Так, мы куда приехали? Мы приехали в Верхнеуральск. Это получается севернее, потому что у нас Урал в данном, в нашем случае, в данном случае течет, ну, примерно вот так, вот так, но тебе что-то получается северное, поэтому примерно 40 километров. И вот в этом месте, даже чуть-чуть раньше, ближе к Магнитогорску, там есть очень хорошее место, где люди и живут. Как все интересно, да, все немножко колбасит, ну, потому что эта машина рядышком стоит, ее немножко колбасит, но ничего, это бывает. То есть мы сюда приехали, почему? В Верхнеуральске нам более интересно, потому что в Верхнеуральске появилось то самое пиво, причем оно появилось еще с 1880 года. Где оно появилось? Сейчас мы вам покажем, но самое забавное, что мне очень нравится Верхнеуральск, потому что меня здесь смотрят. Огромное вам спасибо. Вот для чего я делаю свой материал на YouTube. Вот отсюда начинается река Урал. Ну, в смысле, она не отсюда начинается, река Урал начинается примерно в 100 километров туда. Вот туда, 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 туда. Я примерно знаю, где это находится, чуть-чуть дальше, чем у Чилы. Вот там начинается река Урал. Вообще-то она никогда не была рекой Урал, она всегда была рекой Иг. Это уже потом Екатерина переименовала эту речку Урал. Была такая хорошая река Урал. И, в принципе, наверное, в Верхнеуральске в детстве своем, ну, как детство свое, наверное, это было некоторое количество детства, естественно, в своем возрасте, в 80-х годах позапрошлого века, здесь организовалось большое количество пивоварин. Но возникает вопрос, откуда они брали эту воду? Самая качественная пивовариня располагается не в Верхнеуральске, и мы вам покажем, куда необходимо доехать. Конечно, очень интересное место. Что это? Это гора Извоз. Давайте все-таки определимся, что за моей спиной. Этого, конечно, никогда здесь не было. Это было сделано для любимой нашей партии. Наша любимая партия поберегла Верхнеуральск. Она его, естественно, не разрушила. Мало того, она оставила то удовольствие, которое было здесь. Что это было за удовольствие? Вот где-то здесь, но чуть-чуть дальше, с той стороны, человек, вскопав, найдя то место с чистой водой, сделал изумительное пиво. Да-да-да-да-да-да-да. И это было в 1883-84 году. То есть тогда Российская империя привлекала, естественно, немецких специалистов, потому что Германия всегда славилась отличным пивом. Да-да-да-да-да. И раз меня так вот любят в интернете, раз меня так смотрят в интернете, естественно, я, естественно, залез в интернет. Вот. Что я в этом интернете обнаружил? Я задал единственный правильный вопрос. Состав качественной воды. И вы знаете, ее очень-очень сложно найти в природе своей. То есть можно, конечно, брать речку, воду из реки, река. Вот она, прямо передо мной, метров, наверное, 700. Вот там она идет. Урал. Можно. Но это не есть правило. Правило такое, необходима качественная вода. То есть вы можете подумать, и вы можете сами дома сделать свое пиво, но будет ли оно таким, как оно делается здесь, в Верхнеуральске? Нет. Что же касается это, какая должна быть вода, сейчас-сейчас, не торопитесь, объясню. Эта вода должна быть плензенского типа. О-о-о! Это даже не Россия. Это не Россия. И для того, чтобы все это дело найти, один из немцев поехал по реке Волга, которая впадает в Каспийское море, а другой, ну там не сильно далеко, если честно, поехал по реке Урал. Естественно, он везде работал, в том числе и проезжал станицу магнитную. Но станица магнитная имеет немножко другой состав. Да-да-да. Там все, очень сложность. То есть, естественно, и хлориды, и сульфаты, и магний кальций, и щелочность, сухой остаток, нитрита, нитраты, алюминий, медь. Это вот все здесь есть. Силикаты, железо, марганец, окисляемость, щелочность, мутность, цветность. Это все вот здесь есть. Я это уже сделал. Да, естественно, это дело не получилось в городе, в станице магнитной. Но это замечательным образом произошло в том месте, где он прокопал эту точку, он нашел. Мы сейчас проедем, оно будет чуть-чуть дальше, с той стороны. Я вам покажу ту самую точку. На той самой точке останавливается то самое пиво, которое вы можете употреблять. Я не противником был Верхневральска. Тут раньше было 3 или 4 конторы. Но единственный правильный вариант, который брал качество, это была Верхневральская пиво. К слову о том, что там много-много было сортов. Они работали красиво и ровно. И это, в принципе, осталось. Но оно не осталось. Потому что любимые и Верхневральцы, мало того, что засрали вот это местечко, вот прямо за моей спиной, там, в принципе, была надпись «Ленин». Я все прекрасно понимаю, что как бы все это дело плохо было и красиво, и ровно. Но давайте все-таки вернемся на круги свои. Не надо так засорять. Не надо. И что в дальнейшем получилось? Вы можете видеть, что это делало за моей спиной. Вот две вот эти первичные штучки. Это первоначальный был въезд в пивной завод. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Что было дальше, вот там, вы сейчас видите. В лучшем случае вы можете залезть на YouTube. К слову, как мне нравится YouTube, как мне нравится Верхневральск. Почему мне нравится Верхневральск? Потому что через Верхневральск я довольно часто ездил в Миндяк. Тогда дороги то и не было через Белорецк. Была единственная такая, не пришли кобыле хвост, дорога. И продолжительностью поездочка напрямую, грубо говоря, это ориентировочно километров, наверное, 80-90. С Магнитогорска до Миндяка. А мы ездили, ездили, и тут такие дороги были. Кошмар. Но сам Верхневральск мне понравился тем, что я здесь купил то, что мне должно быть. И эта аппаратура у меня есть, естественно. Да. И к слову о том, что оказывается, Верхневральск меня смотрит на YouTube. Огромное им спасибо. Потому что вы понимаете, что есть интернет-издание, оно действительно стиролит. То есть все это разрушено было за сколько лет? Нет, вы думаете, что быстро и сегодня, и сейчас? Нет. Ну, примерно за 8 лет вы сами это дело разрушили. Вы, Верхневральцы, это дело все разрушили. Ну, а уже потом пришел тот человек, который сделал вот, знаешь, замечательный завод. Вот сейчас синее. В синеве отличного, такой светлой, это называется синий цвет, это ослепительно-белый синевой цвет, называется снега. Да-да-да. Какое здесь красотища, да? Какая здесь красотища. И вот на этом фоне уже зеленые и желтые. Да-да-да. Это вот новый крутой пивоваренный завод. Новый крутой пивоваренный завод. Что он вам дает? Да то же самое, что вам давал в Верхневральске пивоваренный завод. К слову о том, что местечко-то, оно вот-вот-вот прямо, вот-вот прямо я могу до нее допрыгать, это метод семьдесят пять. Прямо отсюда вот. Ну и семьдесят пять метров до нашей точки. То есть мы вам даем удовольствие, да, на этой самой точке, которую в свое время сделал товарищ. То есть это артезианская скважина, примерно сто пятьдесят метров. Он ее качает. Здесь в свое время, естественно, ничего не было. Это уже дело было потом построено, потому что этот поселок называется пивзавод. Да-да-да-да-да. Хорошая тема. Интересная тема. Сегодня мы туда заходить не будем, но мы вам показываем результат. А он очень интересен.